Дорогие друзья, мы продолжаем эфир из московской студии Арии ТВ. Я напоминаю, что собираться с нами можно в чат Арии ТВ и позвонить по скайпу Арии ТВ с книг буквами. Кроме того, вам доступен и аудио вариант выдачи, вы можете слушать, воспользовавшись кнопкой радиоплеера. Тема сегодняшней передачи «Религия и язык древней Индии и отражение в Хорватии». У нас сегодня в гостях Дмитрий Левитин, который по скайпу с нами сообщается из города Мин. Вист, переводчик Хорват-гиты и Владимир Харионов, исторический индолог. Идем в передачу, мы сегодня, я Олег Невский, Владимир Рануф, техническую поддержку фира осуществляет Иван Григорьев. Ну и Сергей, вы на сайте. Да, да. Мы продолжим наш разговор. Начал вопрос. Вопрос, который поможет Сергей выйдет дальше на ту тему, которую мы все ждем. Время эфира ограничено, поэтому я немножко, может быть, скажу, но задам вопрос, который поможет ему дальше складно продолжить повествование. Вопрос, связанный с ученым звуком ау-ом, растиражированным среди европейского, современного европейского, американского населения, кришнаитами, которые носят его графические выражения этого шрифта Девана на рубашках, на майках, в качестве подвесок. Вот интересно, звук известен в древнем памятнике санскритской культуры, известен ли он в веде, известен ли он в ведом этот звук и откуда он взялся. Является наследием европейцев или уже он родился в результате религиозного сезона, пришлых индоевропейцев и местного дравитского населения. Вот такой вопрос. Ну, действительно, как я говорил, индийская культура очень много внимания обращала на звук. Звук считался вообще божественной энергией, энергией Бога. Соответственно, были священные гимны и отдельные части гимнов, строчки, и отдельные слова, имена Бога, и отдельные звуки. Но самой священной антрой, самым священным таким звуком с древних времен является слог Ом. Безусловно, в ведах он использует и до сих пор при рецитации век, при рецитации любых священных текстов, все это начинается со слога Ом. Ну и какое объяснение обычно дается тому? Что вот если взять так слог Ом, он состоит на самом деле из трех звуков. А, У и М. Почему на самом деле это А и У? Это очень просто. Если мы начинаем с звука А и стараемся произвести звук У, то ровно посередине мы слышим О. Вот, например, А, О, У. Вот посередине вы слышите О. То есть, как будто бы между А и У. Теперь можно сказать, что А самый такой широкий звук, самый широкий, открытый, гласный. А широкий, и всего открытый. У самый узкий, гласный. Так что, говоря вот это вот А, У, мы в этом промежутке произносим все возможные гласные. То есть, там есть и И, и Э, и И. Они как бы вот этим А и У покрываются. То есть, вот эта вот первая буква О или А, У можно назвать. Это символизирует все возможные гласные звуки, на которые особен человек. А буква М, последняя М, она символизирует все согласные звуки. Но М, когда М, у нас губы мыкаются. И, когда мы произносим любые согласные звуки, у нас есть какая-то смычка, какое-то препятствие для звука. В этом отличие согласных от гласных. Поэтому слух А и УМ представляют собой как бы такое сокращение всех вообще возможных звуков, которые особен произнести человек. Ну, а, соответственно, если это сокращение всех звуков, то это, можно сказать, сокращение всего мира, который мы можем назвать и писать. Потому что то, что мы видим в мире, мы можем назвать. Гора, река, человек, любовь, добро, свет. Это состоит из звука. Поэтому вот как бы это слово ОМ, оно на себе содержит все абсолютно слова человеческого языка. И даже любого языка, не только сансказания, но и всех возможных языков. Потому что это как бы обращение всех звуков человеческого рта. Ну, и, соответственно, если мы можем назвать все, что мы видим, это и вся Вселенная. И есть, можно сказать, в совочуденности вот какое-то божественное творение. Вот отсюда эта важность слога ОМ. Говоря ОМ, мы как бы называем, обращаем всю Вселенную. То творение мы называем таким образом Бога. Вот такая символика слога ОМ. Отдых из объяснений. И еще много других объяснений. Это индоевропейская стадия, индийская культура. Да, конечно, конечно. Мы не знаем, использовались ли какие-то мастеры в Харапе, потому что их до сих пор не расширен. Но мы знаем, что именно в этих ведах существует большое количество священных слогов. Не только ОМ. Практически у индийского божества есть священный слог. Это могут быть слоги РАМ, ХРИН, КИМ, ЛИМ, ПУМ, ПАМ. Много вот таких. Они называются БИДЖА-мантры. Или семенные мантры. Семенные слоги. Но из этих мантов это не только ОМ. Они известны в людях. Но сам ОМ – это самая известная манта. Теперь немножко о санскрите я закончу. Какие интересные особенности санскрита. Давайте посмотрим на близость санскрита русского языка. Третий слайд, если можно включить. Здесь буквально строчки. Текст на санскрите и тот же текст на русском. Текст на санскрите и тот же текст на русском. Текст на санте и ТАМЕ. Четверо зановей на санте и не суть. Суть – это старинная форма. Есть мудренное число. Третье лицо – не суть. Текст на санте и ТАМЕ. АВИКАС ПАСАТИ ПРАСТАРЫ. АВИКАС ПАСУТ НА ПРАСТАРЫ. Видите, что практически без переговора это понятно. То есть вот такие базовые слова, как АГНИ, АГНИ, ДАМА, ДОМ, ВИДХАВА, АВИКА, ОВЦА, ВАТИ, ЖИТЬ, МАРАЯТИ, ПАРИТЬ или УМИРАТЬ, ДжАМАТИ или ЗНАТЬ. Они одинаковые. Ну, братер – это брат, матер – это мать. И такие родства тоже очень похожие. Вот это, как раз, связь санскрита с русским языком. Ну и, как бы того, у санскрита и у славянских языков очень похожая грамотика. Похожие пари слов, похожие падежи, в санскрите только на два раза больше, чем в русском. Похожие споряжения, склонения, похожие причастия. Так что есть в русском большое богатство причастия, есть активные, пактивные, есть причастие настоящего, не прошедшего времени. Всё, что есть в санскрите. В этом преимущество при переводе санскрита на русский язык. Русский ближе к санскриту, чем, скажем, литовский, или итальянский, или французский, или английский. Поэтому многие тексты по-русски легче переводить, и по-русски они ближе. Но есть никакой разницы при переводе, как на другие языки. В этом преимущество русского языка. Ну и литовский еще ближе. Считается, что чуть ли не 80% литовских корней находятся аналогичные корни в санскрите. Так, это значит близость. Теперь еще давайте посмотрим следующий слайд. Основные особенности грамматики санскрита. Мы говорим о близости русского и санскрита. Что теперь отличает санскрит от русского? Оставь этот слайд. Значит, в отличие от санскрита, от русского, в санскрите больше падежей, 8 падежей рода, как и в русском, больше писел. Существует еще двойственное число, которое было в старославянском, русский его утратил. В русском 3 основные ранения, в санскрите больше 7. В русском 2 спряжения, в санскрите гораздо больше 10 спряжений. И всего в санскрите 10 времен и ранений, в том числе прошедших времени, в русском только одно, 2 будущих времени. И очень сложная форма прошедшего времени, которая называется орест, 7 различных форм этого ореста. Кроме того, сложности санскрита, что в некоторых формах глагола корень удваивается, называется редупликация корня. И в некоторых формах добавляется аугмент, то есть буква А перед корнем. По-каку очень много разных форм, и как-то их надо показывать, выделять. У них такие механизмы, которых уже нет в русском языке. Ну и есть богатые производства глагольных форм. То есть в санскритском глаголе заражена информация, когда ты можешь сказать прямо одним глаголом. Например, я хочу что-то сделать, хочу любить, хочу убить, хочу убить. Или что я заставляю что-то сделать, заставляю купить, убить, любить, построить. Или действие очень интенсивное. То есть сильно бьет, сильно лечит, сильно, например, лежит. Это все заложено прямо в глаголе. В отличие от русского языка, где мы должны использовать дополнительные слова. В санскрите это прямо в глаголе. Поэтому санскрит такой очень компактный. Мы одним словом на санскрите можем много передать. То, что в других европейских языках нам нужно несколько слов, чтобы это передать. Ну и богатство форм и части в санскрите. Есть участие будущего времени, чего нет в русском языке. Много разных видов инфинитива. Вот вкратце об этой богатой санскритской граммате. Надо сказать, что это очень общая черта многих языков, что их древние формы гораздо сложнее, чем современные. Например, древнерусский язык, арнославянский, он гораздо сложнее и богаче русский язык, грамматичнее. Там больше нон, больше падежей, больше чисел, двойственное число. То же самое, если сказать латынь, грамматика сложнее, чем грамматика современных романских языков. То же самое, английский сейчас потерял очень много от своей старинной грамматики. То есть вот в среднем языке английский важнее грамматическое. Вот то же самое, современные индийские языки, которые произошли от санскрита, они гораздо-гораздо проще по грамматике. Ну вот, такой может быть развитие многих языков мира. Теперь давайте посмотрим все-таки на санскрите. Давайте посмотрим следующий слайд. Вот рукопись XI века о пальмовых листьях. Значит, использовали узкие листья особой пальмы, и на них либо туши рисовали, либо на юге Индии процаравали специальной такой пост-палочкой, процаравали эти буквы, и потом их заполняли тоже сажей, чтобы были видны. Ну и срок жизни вот такой книги был 350 лет. Потом листья уже не выделывали, ломались, крошили. Поэтому каждые 350 лет нужно все библиотеки в Индии переписывать. Ну и, соответственно, очень мало, поэтому старых рукописей. Ну и давайте посмотрим на следующий слайд, более современный уже рукописей на санскрите. Обратите внимание, там есть иллюстрация. И обратите внимание, в центре такое круг отверстия, точка, через которую проходил шнур. Вот эти точки, пальмовые листья, в центре или по бокам делали отверстия, проходил туда шнур. И сверху и снизу взяли такую деревянную дочечку и плотно затягивали. И получилась вот такая индийская книга традиционная. Ну и два слова о современном состоянии санскрита. Это один из 22 официальных языков Индии, которые используются в индийской конституции. И преподается санскрит в учебных учебениях, в основном в юзных, где учатся будущие учебнослужители. Это называется патхашавы. В основном они изучают там веды и читают патха, это чтение патхашавы, то есть место, где читают веды, научатый санскрит. И основные центры изучения санскрита это Вараси, самый священный город индусов на Ганге. И город Панна, недалеко от Бангея, в штате Махараштра. Вот там до сих пор живут люди, эти пандиты, ученые, которые могут не только читать, но и говорить на санскрите. Давайте посмотрим такого современного преподавателя санскрита, который рассказывает притчу. Ну вот, видите, как звучит санскрит. Вот этот преподаватель так очень театрально представляет эту притчу, можно из перевода понять о чем там речь. И поскольку санскрит из официальных языков Индии до сих пор, то есть и телевидение на санскрите. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит новое индийское телевидение на санскрите. Сампратии, Адья Танавардаха. Прадхан Мантрина, Доктор Манмухана Сингхен, нигатитам, иат Раштрасья Самагр Викасархам, Аархик Паришкар Анаам, Сакрия Крияна Ваянаам, Авашьакам, Астти. Ачирад Эв, Грихитан Аархик Паришкар Вишая Нирнаяян, Ашриттья, Раштрая Прасарите Вишае, Свие Самбодхане, Прадхан Мантрина Проктам, Яттадие Прасасане На Саманне Нагарикешу, Махаргата Бхарам, Апачетум, Апаран Апи, Ане Копаян, Ануштхатум Вичаритам. Так что язык не мертвый, живой, его используют, на нем говорят, пишут и, конечно, его изучают. Ну, теперь есть несколько интересных для зрителей особенностей санскрита, которых в других языках. Прежде всего, такая особенность – это огромное количество синонимов в санскритее, причем синонимов для самых правильных слов, которым у других языков обычно синонимов нет. Например, слово «вода», если взять. Вот какие русские можно найти синонимы к слову «вода». Может быть, влага, может быть, жидкость. Но жидкость – это уже не совсем вода. Ну, вода, как и вода, это вода. Ну, самое слово «солнце», ну, «солнце», можно сказать, дневное, светило. А санскритее синонимов-то нету. Звезда, ночное светило, ну, я тоже сказал, луна. Вот «солнце», «звезда», «луна», «вода» практически в современных языках нет синонимов. На санскрите же десятки и десятки синонимов. Например, воду можно назвать «аб», «амбас», «удака», «удан», «кала», «джала», «поя», «дария», «поя», «свари», «цалила», «кала». Всего шестьдесят семь слов можно назвать «воду». А эти слова, разное состояние этой воды, Сергей показывает, они одно и то же обозначают. Это всё вода, это всё вода, не разное состояние, не то, что она горячая, а водная, лёд, газ, воздух, нет, это всё вода. И для описания дождя, например, двести пятьдесят слов. Но дождь – это уже действительно разное состояние. И дожди, и буря, и шторм, но всё равно двести пятьдесят слов. Также десятки и десятки синонимов для описания солнца, земли, времён года, простых явлений и предметов. Поэтому классически у человека, который пишет на санскрите, есть гигантский запас. И, например, стихи на санскрите – это нам нужно. Если мы хотим употреблять солнце или воду в русском стихе, значит, на рифме к слову «вода» или «солнце» не денешься. А на санскрите можно использовать шестьдесят разных слов, чтобы сказать о солнце. Поэтому рифм найти в санскрите не проблема, можно выбрать любое из этих гигантских рядов синонимов. Но и с другой стороны, обратное к этому особенность в санскрите, что одно слово на санскрите может иметь десятки разных значений. Итак, для обозначения одного предмета десятки слов можно использовать, и наоборот, одно слово может иметь десятки значений. Например, слово «тантра» в словаре значит, прежде всего, тканский станок. Во-вторых, основа – тани. В-третьих, основа – сущность какого-то явления в переносном смысле. В-четвертых, это порядок или правил. В-пятых, это государственное устройство. В-вторых, это учение. В-седьмых, это название определенной школы религиозной – тантра. В-вторых, тантра – это заклинание. В-девятых, это хитрость или уловка. Так что, если мы смотрим разные смыслы одного слова и значения, то нужно поверить, что это все одно слово. Вот заклинание, государственное устройство и ткацкий станок. Ну, почему это одно слово? Как это может быть? Поэтому, если мы встречаем в тексте слово «тантра», мы должны очень хорошо подумать, в каком значение оно употреблено. Значит ли это заклинание, или государственное устройство, или ткацкий станок. Это понятно только из контекста. В этом проблема перевода с санскрита. Потому что очень много значений у простых слов. И надо выбрать по ним, какое именно значение использовал автор. Ну, и очень любили авторы санскрита, апостолы, начиная с древних авторов, древних ведических гимнов. Они очень любили играть словами. Использовать игру, использовать метафоры, аллюзии, различные комбинации слов. Очень любили они такие игры, и поэтому очень тяжело переводить многие санскритные сочинения. Просто очень хорошо знать язык и понимать, что там, какая там слово. Еще одна особенность санскрита – это язык, на котором существуют самые длинные слова в мире. Часто приводят, когда хотят указать на какое-то самое длинное слово, приводят какие-то индейские языки, где слово состоит из 50-ти слогов, из 100 слогов. Но, по сравнению с санскритом, это все равно да, потому что санскрит может образовывать бесконечно длинные сложные слова. Никаких ограничений нет. Так что может быть сложное слово, которое состоит из 100 простых слов. И это, правило английской грамматики, санскрита – это одно слово. Но состоит оно из 100 слов. Например, был такой стиль, очень в расцвет санскритской прозы, в 7 веке нашей эры. Значит, использовали, они очень любили использовать многоэтажные слова. Например, поэт Субан использует такое слово в описании Белого океана. «Это одно слово. Я вижу множество львов, сверкающих прекрасной теплой гривой, важной от потоков крови, известковой диких слонов, разодранных мальными яростными утрами львинах ногтей, острых зубцем молнии». Это одно слово, представьте себе, которое переводится как «длинное большое протяжение». Соответственно, в том же описании Махового верика он использует сложное слово, которое состоит из более чем 100 простых. Ну и бывают очень длинные предложения. Одно предложение на санскрите может занимать две или три страницы печатного тела, и надо иметь очень хорошую память, чтобы понять, потому что вначале говорится «я», потом рассказывается очень длинная история, и в конце говорится «это я не видел». Как в немецком. «Я все придумал». «Ты только в конце понимаешь, ходишь до конца этого предложения, понимаешь, было это, не было, когда это было, будучи в прошлом, вот так». То есть вот такая особенность санскрите. Требует иметь хорошую память. Да, конечно. Да, Сергей, извини, прерву, но есть вопрос в связи, как позвонить. На самом деле регистрация нам не требуется, регистрация, а рит.тв. Не работает сейчас, да? Хорошо. Если звонок не проходит, то знаешь, какая техническая проблема у нас. Да, Сергей, извини, я прервал, и у меня, кстати, вопрос по поводу перевода, потому что я еще не сказал, что мало того, что лингвистические особенности перевода, но еще перевод в них, и тем более сократительств, это совершенно другой контекст, то есть это контекст наш, обыденный, поэтому перевод еще более сложная проблема. Безусловно, чтобы переводить, нужно ориентироваться хорошо во всей этой культуре, потому что, ну как, они писали так, например, современные СМС, ты посылаешь СМС, человек, который жил сто лет назад, он там просто ничего не знал, потому что там какие-то совещания, какие-то слова, какие-то... Аргун того времени. Да, или совещания в Твиттере, да? Нужно быть именно в этой культуре, знать все эти словечки, знать все эти реалии. Еще так же и на санскрите. Они писали свои сочинения для своих современников, и они знали, что их современники точно так же имеют похожее образование, поэтому они очень многое еще вообще выпускали, писали или сообщали, говорили один-другой слово, намекали на какую-то целую историю, на какую-то целую главу в каком-то писании. Вот. А мы сейчас, поскольку мы вырваны из этого контекста, мы должны... У нас это очень большой труд, мы должны все это восстановить. Поэтому хороший переводчик санскрита, он должен назвать огромной прочитанностью, у него должна быть в голове огромная бара вот этих вот текстов, его направления. Причем в санскритской литературе очень много разных стилей и жанров. Есть религиозная литература, есть научная, есть медицинская, есть театр, и везде используют свой язык, свои термины. Даже в религиозной литературе у каждой школы свои термины. Например, в буддизме слово «дхарма», ну «дхарма» – обычное слово, очень известное, используется сейчас на санскрите, но оно означает совсем другое, в какой-то другой школе религиозной, в буддизме свое понятие «дхармы». И причем еще в школе буддизма у них свое представление о дхарме. Или слово «карма». Тоже в разных школах индийской философии у них разные понятия об этой «карме». И то же самое связанное с понятием «божество», «вечность», «причинность» – все очень разные контексты. Вот в этом еще проблема при переводе санскрита. Такой многозначности и в том, что необходимо знать очень много, практически, вот быть в буре именно этого автора. То есть прочитать те книги, которые прочитал этот автор, чтобы вот знать, о чем он говорит. Так, режиссер говорит, что со звонками у нас сегодня есть некоторая книжечная заминка, поэтому пишите в чат, я вот читаю, держу чат перед собой, если что-то интересное появится, я буду зачитывать. Ну, я закончу тогда санскритом. Значит, обычно считают, что санскрит – язык в чатах, 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 Это не так. Только 5% литературы на санскрите – это религиозные тексты. Остальные 95% – это ученения по медицине, по законодательству, по астрономии, математике, грамматике и разное другое – по биологии. Только 5% санскритской литературы имеет религиозное значение. Остальные 95% – это другие стили. И, надо сказать, что, поскольку индийская традиция непрерывно существует уже тысячи лет, эта санскритская литература самая большая из древних притератур. Она гораздо больше, чем литература Греции и Рима. Для примера, что только одно произведение на санскрите – это эпос Махабхата. Известный эпос. Боговатия является частью этого эпоса. Вот только один этот эпос состоит из 100 тысяч стихов и насчитывает около 2 миллионов слов. Это вообще самый большой эпос, который знает человечество. Самая большая эпическая тема. Ну, где-то в 10 раз больше Махабхата, чем знаменитый европейский эпос – это Одиссея и Ирада Гомера. Вот только Махабхата в 9 раз больше чем самая знаменитая древняя вот эта европейская эпоса поэзия Одиссея и Ирада. И это, в общем-то, маленькая часть санскритской литературы. Это Махарата. Есть огромная эпическая тема Ромайана. Есть огромное число Пуран, который по размерам тоже каждая состоит из не менее чем миллионов слов. То есть, вот такая безбрежная, точно никто и не знает, в общем-то, размер этой санскритской литературы. Она гигантская. Еще есть тысячи русских, которые не исследованы, которые не переведены, которые просто лежат в библиотеках, в музеях. Вот это пример гигантской санскритской литературы. Ну, можно, наверное, поговорить, как выглядит литература в санскрите. Ну, как выглядит. Давайте... Да, мы... Ну, Рома какая-то, какой-то номер. Где вот как раз девятая? Пальше листья, да. Пальше листья в... Пальше листья в... Пальше листья в... Вот так вот описывали веды. В общем-то, теперь можем перейти к клиентам. Если все равно еще осталось время. Ну, переходим. Все, что ты вез в пьема, мы можем на следующий раз. У нас такая серьезная и глубокая тема. Я думаю, что мы с вами еще сделаем передачу какую-то, еще несколько передач, потому что мы уже не можем гнаться и пытаться быстро... Да, и пытаться все вставить в одну передачу. Да, конечно, конечно. Сергей, пожалуйста, продолжай. Ну, хорошо. Значит, последнее, что можно сказать о санскрите, что практически этот для средних выразительных потребностей он избыточный. То есть, в обычном общении практически его возможности они безмерны. может быть, это одна из причин, почему современные индийские языки стали такими простыми, грамматика их упростилась. санскрите. Ну, и про трудности перевода я уже сказал, что, во-первых, назначенность слов, трудность подбора правильного слова, игра слов очень часто встречается, обеих технических терминов, которые в каждой отрасли знания свое, и компактные языка. То, что можно на санскрите сказать одним словом, на других языках требуется несколько слов, иногда целое предложение. Например, мы хотим сказать то, что должно быть сделано. Вещь или дело, которое должно быть сделано. Дело, которое должно быть сделано. Пять слов. На санскрите это просто передается одним словом. Картави. Это значит дело, которое должно быть сделано когда-то в будущем. Вот уже пять раз у нас раздувается. Так что обычно при переводе санскрита раздувается в два-три раза. И, соответственно, смысл размывается. Ну и теперь хотел поговорить о самых главных религиозных памятниках Индии. Это, конечно, Веды. Давайте посмотрим, эта картинка уже была, старинка рукописи Вед. Давайте следующую посмотрим, как выглядит современное издание всех памят. Веда это самый древний памятник, единственный памятник бронзового века, на индоевропейских веках, который до нас сохранился, до нас дошел к единственный крупный памятник. Вот бронзовый век. То есть это где-то считается, что Веды зафиксированы примерно в введении второго тысячелетия до нашей эры. Примерно полторы тысячи лет. Вот полторы тысячи, тысячи лет в этом диапазоне происходило оформление этого огромного памятника вед. Это еще бронзовый век, еще не было железа. И благодаря именно тому, что Веды не записывались, а передавались из поколения в поколение, практически они дошли до нас неизменными. Благодаря такому вниманию индусов, каждому звуку, каждому слову, мы можем сказать, что да, Веды были именно такими. То есть, это древнейший памятник на индоевропейском языке. Такой крупный, серьезный памятник. Ну, и вот вы видите, что все эти Веды делятся на четыре части. То есть, когда мы говорим Веды, они состоят из четырех частей. Примерно половину всего объема Вед, как видно на этой картинке, вот половина Вед занимает главная Веда Риг Веда или Веда Гимна. Практически половина всего объема Вед. Риг Веда, самая древняя, самая почитаемая, самая важная Веда. Примерно четверть всего объема Вед занимает Веда, которая называется Адхарва, Адхарва Веда. И остальные две Веды, самоведа и Яджур Веда занимают примерно по одной восьмой этого общего объема. Ну и так значит поговорим об этой главной Веде, Риг Веде, самой старой, самой важной Веде. Что такое Риг? Риг или Рич это стих. Это стих, как бы элемент, из которого состоит эта Веда. Всего в Риг Веде примерно десять с половиной тысяч стихов ричей. Рич или Риг, вот поэтому Веда. Само слово Веда от корня вид означает знание. Вот Веда, ведать, отсюда у нас, например, природа, ведение, то есть знание о природе. То же самое в русском языке. Ведать значит знать. Ну и Риг Веда состоит из тысячи двадцати восьми гимнов, которые называются Сукта. И эти гимны посвящены различным богам арийских племен. Прежде всего главные боги Риг Веды это Индра, бог грома, царь богов Индра, главное божество Риг Веды. Затем бог Огни, бог Огня. У него особенно важная роль, поскольку он приносит жертвы богам, посредством огня жертва, которую приносит человек, доходит до бога. Это древняя индийская религия, она была вся построена на жертве. И Сома, бог Сома, это бог опьяняющего или галлюциногенного напитка, который до сих пор точно никто не знает, что это такое. Некоторые говорят, что это были грибы, какие-то галлюциногенные грибы, некоторые ученые считают, что это была эфедра, растение эфедра. Во всяком случае, поскольку эта традиция уже не существует, мы не знаем даже, как выглядела эта Сома. но известно, что Сому пили, как ее готовили, ее выжимали сок из этого гриба или растения, потом процеживали, потом смешивали с молоком, потому что у него был очень резкий вкус в этой Сомы, и потом выпивали. И приходили в состояние какой-то экстаз, какое-то такое состояние близкое к трансу шаманов, и в этом состоянии входили в контакт с божеством. Очень важный элемент многих первобытных культур. Вот такой и, соответственно, один из важных богов, вот этот Сома и важная тема Ригведы. Вот три главных бога. Кроме того, есть еще десятки других богов, которые упоминаются в Ригведе. Это, например, Митра и Варуна, правда и справедливость, Ушас, это богиня Зари, в Греции она называлась Эос, похожее название, Ашвины, близнецы, целители, затем небо и земля. Небо в Ригведе называется Дьяус Питар, то есть отец неба. Дьяус это похоже на Зевс, Зевс в греческой мифологии, там, правда, Зевс был главным божеством. Здесь не главный, главное здесь Индра. Ну и латинское Юпитер происходит от слов Deus Pater, то же самое, Дьяус Питар, Deus Pater, то есть бог отец. То есть вот есть и такой индоевропейский общий бог Зевс. Ну, а Индра, бог грома, бог молнии, можно его сравнить со славянским Перуном. Вот такие главные боги упоминаются в этих гимнах ригведы, всего более тысячи гимнов, и в основном это восхваление того или другого бога и просьбы, которые к нему обращаются. Бог, я жертвую тебе вот это жертвенное животное, этого коня или эту овцу, это мясо или это масло, и прошу тебя дать мне здоровье, дать мне силу, дать мне хороший урожай, дать мне хорошую жену. Вот такие обращения к богам с различными просьбами. Иногда просто восхваление богов, что вот ты такой сильный, ты такой великий, ты такой прекрасный, и очень красивым поэтическим языком написаны эти веды с использованием часто игры слов. Вот авторы этих вед, которых называли риши или провидцы, риши, мудрецы, они очень любили, как я вам говорил, играть словами. Например, из Ригведы приведу такой пример гимна. Бык для быка надоил доение неба, струи молока юный сын одите безобманный. Он знает все, подобно варуне, благодаря озарению поэта. Этот достойный жертв, пусть принесет жертвы временем жертвоприношений. Вот здесь игра слов. Видите, слова в разных падежах. Надоил доение. Достойный жертв, пусть принесет жертвы временем жертвоприношений. Очень любили эти риши играть словами. Они считали, что боги это приятны. Если вообще помни, переводишь. Да, поэтому очень трудно перевести веды, потому что это еще старая форма санскрита, еще до того, как он был зафиксирован, и там не было практически языка, у разных племен ариев были свои диалекты, поэтому веды потом собрали, отредактировали, и там очень часто не соблюдаются правила грамматики санскрита. Там просто риши мог изменить слова, как он хотел, либо просто в его племени вот так говорили, поэтому вот эта особая форма санскрита называется ведийский санскрит, древний санскрит, который практически невозможно описать, там нет правил, потому что вот как я говорил, вот так. Там еще грамматика сложнее, чем в классическом санскрите, там еще больше форм, времен, наклонений, инфинитивов, вот поэтому очень трудно переводить эти веды, тем более, что там постоянно такая игра слов. Но есть очень хороший перевод на русский, замечательный ученый, Елизаренкова занималась всю жизнь практически переводом вед, перевела всю веду и еще некоторые веды, так что довольно хороший перевод и лучше, чем, например, перевод на английский, на немецкий, именно потому, что близкий русский язык и он позволяет часто передать вот эту игру слов ближе к оригиналу. Ну, давайте мы посмотрим, значит, как звучат веды. Давайте послушаем традиционное исполнение или рецитацию первого гимна регведы. И фоном вы увидите текст этого гимна. Гимна вот магия, чудо этого исполнения вед в том, что мы с вами слышим, мы можем быть уверены на 99% что мы слышим то же самое, что слышали индусы, предки нынешних индусов примерно три с половиной тысячи лет назад. Точно такие же слова и звуки и даже ударения и даже движения голоса. Если вы обратили внимание на этой картинке, есть специальные значки под текстом и над текстом. Это такие три музыкальных ударения. В древнем ведийском санскрите существовали различные виды ударения, когда голос повышался, понижался или был ровный, то есть три тона. индусы точь-в-точь не могли поменять ничего, они должны были каждый звук передать точно так же, как он был тогда зафиксирован. И поэтому, как все это происходило, веды передавались от отца к сыну в семье, в семье брахмана, в семье жреца, в семье хранителя религии. И с ранних лет, буквально с пяти-шести лет дети начинали учить. Сын садился, отец садился, и отец повторял много раз, сын повторял за ним, отец его поправлял, пока сын не выучивал и не повторял точно один в один вот то, что ему говорил отец. И вот так практически везде в Индии еще в XIX веке деревни, где жили брахманы, с утра они наполнялись вот этим красивым, красивыми звуками все сидели дети и учили веды. Индусы считали, что само по себе повторение этого священного текста, этих священных звуков, оно очень благоприятно, оно дает здоровье, долголетие, оно устраняет все невзгоды, поэтому вот они очень любили устраивать такие рецитации, чтения вед. Ну и были мастера, которые наизусть выучивали целую веду, а иногда и две, и три, и целых четыре веды, то есть вот этот вот этот огромный комплекс, вы видели сколько этих толстых книжек, эти веды, были люди, которые все выучивали наизусть. И до сих пор в Индии часто можно встретить людей с фамилией кодирования информации в ведах. Значит, мало того, что они запоминали веды, вот как они звучат в прямой последовательности, были специальные люди, которые запоминали веды с переставленными или с перегруппированными словами. то есть это это была абракадабра, это было уже никакого смысла в этом не было, тем не менее, это опять-таки были живые носители информации, живые такие флеш-карты, у которых была записана вот эта веда. И если бы люди по каким-то причинам забыли бы какую-то часть вед, они вызывали такого специалиста, он воспроизводил эту абракадабру, и из этой абракадабры они восстанавливали вот эту пропущенную часть, пропущенную часть кода. Вот такая удивительная особенность индийской культуры. И всего было 11 видов вот такой вот значит перегруппировки. Были простые, когда просто два слова менялись местами, например, дар богу, богу дар, приношу жертву, жертву приношу. Вот они просто меняли местами каждые два слова и так запоминали. Были более сложные. Самый сложный вот этот вид запоминания вед назывался гхана патха. Гхана патха. И это вот так. Я покажу, как это было. Значит, раздувался текст неимоверно. Значит, из одного короткого предложения получалась целая страница. Ну, вот как мы увеличиваем объем информации, чтобы она сохранилась. Вот, например, возьмем предложение «Этот дар богу огня» в ведейском гимне каком-то. Значит, они его запоминали так. «Этот дар, дар этот, этот дар богу, богу дар этот, этот дар богу, дар богу, богу дар, дар богу огня». Вот так они запоминали из одного, значит, из четырех слов они делали целое большое предложение, комбинируя. Значит, первое слово, второе, второе, первое, первое, второе, третье, третье, второе, первое. Понятно, Вот так создавался код, который уже не имел никакого смысла Тем не менее, специальные люди были носители этого кода На тот случай, если будет что-то утеряно Давайте мы посмотрим, как звучит воспроизведение фрагмента ветвь Вот в этом самом сложном коде Дханапатха Ну вот, вы слышали, что бесконечно повторяются один или два слова И в определенном ритме группа жрецов, они все это знают наизусть Вот представьте себе объем Значит, ригведа это тысяча гимнов, 10 тысяч стихов И если их вот так все запомнить, вот в этом, в кодировке Ганапатха То вырастает где-то в 10 раз объем Значит, это 100 тысяч стихов Вот представляете, какая уникальная цивилизация Которая вот так, и действительно они не нуждались в письменности Потому что были у них такие живые носители этой информации До сих пор традиционно есть семьи, где передают эту веду от отца к сыну И несмотря на то, что гигантская территория Индии Значит, там 3 миллиона квадратных километров у нас Несколько тысяч километров с востока на запад, с юга на север Гигантское количество племен Тем не менее, за вот это прошедшее, ну примерно 3 тысячи лет С момента фиксации вед Практически никаких нет отклонений То, что до нас дошло, эти веды Нет множества редакций Нет множества разных версий Вот это вот благодаря уникальной этой технологии И ригведа, которую на юге Индии сейчас брахманы читают И где-то 3 тысячи километров на север от них В Пинджабе, то, что читают Будет все то же самое Вот благодаря такой уникальной системе сохранения информации Есть у нас еще время? Да, еще есть пока Так Ну хорошо, значит это ригведа, главная веда Теперь два слова скажу про остальные три веды Значит, вторая веда называется самоведа От слова саман Саман – это песнопение Значит, ригведу, ее вот так вот такая была рецитация А саман – это уже пели Самоведа состоит В нее входит 1549 стихов То есть она где-то в 7 раз меньше, чем ригведа И 90% стихов, они как раз заимствованы из ригведы И в чем разница? В том, что эти стихи уже превращены в песни То есть там есть определенная мелодия Каждый гимн самоведы поется на определенную мелодию из 7 нот И в этот стих добавляется, различные вставляются уже слоги И какие-то А, И, У Чтобы получалась такая вот мелодическая песня Значит, надо сказать, что в традиционном ритуале Вот этой ведической религии Участвовало 4 жреца Один жрец, он назывался Хотар Он как раз произносил вот эти ричи или гимны ригведы Другой жрец, он пел вот эти песнопения самоведы Он назывался Удгатар И третий жрец, который совершал уже сами ритуальные действия Он назывался Адхварью Вот для него предназначалась третья веда Яджур-веда Веда яджусов Яджус – это специальная такая формула Которую произносил этот жрец при жертвоприношении Здесь надо сказать, что вообще какая была идея Вот этой древней религии ведийской Идея была такая, что есть боги Какие-то высшие существа Которые могут помочь человеку Если к ним правильно обратиться С правильным гимном И что-то им подарить Обычно в огонь бросали какие-то жертвы Сначала это были жертвы В основном мяса Поскольку арии были скотоводы Значит у них были коровы Буки, лошади, овцы, козы, скот И все это они с удовольствием приносили в жертву богам Тогда корова еще не считалась священным животным Приносили за милую душу коров и их мясо в жертву И сами ели мясо Коровы стали священными животными гораздо позже Ну и также приносили в жертву масло Которое хорошо сгорало Вот очищенное масло Были стада, коровы, молоко Делали из этого масла Из молока Его перетапливали, очищали До сих пор это очень популярный продукт В индийской кухне Называется ги Топленое масло И вот со временем Больше уже стали приносить не мясо в жертву А именно это масло Значит жрец зачерпывал ложкой вот это масло Выливал его в огонь Пламя вспыхивало И при этом произносились различные заклинания Ну и участвовало в этой церемонии четыре жреца Как я говорил Один четыре веды, четыре жреца Один читал речи или гимны Риг веды Другой жрец пел песнопения самоведы Третий жрец Вот тот как раз, который работал Который разводил огонь Который брал масло Который выливал его в огонь Вот он назывался как раз отхварию То есть человек, который собственно Совершал вот эти действия священные Священодействия Он произносил при этом вот эти яджусы Это было содержание яджур веды Ну и наконец последняя веда Адхарова веда Она стоит немного особняком Потому что ее присоединили к трем ведам Уже в более позднее время Адхарова веда удивительный памятник Древности, индоевропейской древности Содержит Адхарова веда 730 гимнов народных заклинаний Заклинаний и заклятий Которые использовались людьми Уже скорее всего не жрецами Жрецы использовали вот эти три веды Таких более высоких, более священных Для общения с богами Ну а в обычных ситуациях Народ использовал заклинания Адхарова веды Например, против укусов змей Против врагов Против кровотечения На удачу в торговле На хороший урожай На успешное зачатие На долгую жизнь На силу и здоровье Вот такие привороты Например, на женщину Я хочу, чтобы эта женщина меня полюбила Или наоборот Женщина хочет, чтобы муж ее не бросил Или женщина хочет отомстить Значит, любовнице мужа Вот такие житейские ситуации Уже обыденные житейские ситуации Существовали вот такие заклинания Они в любом народе существуют И в русской культуре Есть масса эти заговора, заклинания В любой европейской культуре Но вот это вот самые древние Которые до нас дошли Им минимум три тысячи лет И постепенно, уже со временем Они стали почитаться Вместе с этими гимнами вед Поскольку они уже были такие древние Уже люди особо не понимали, о чем они И уже их стали вот так же заучивать И передавать И постепенно добавили к трем ведам Вот эту и четвертую адхарова веду Семьсот тридцать гимнов заклятий Ну вот, например, интересное заклинание На завоевание любви женщины Чтобы тебя полюбила женщина Как дерево Лиана целиком Как Лиана целиком обвелась вокруг дерева Так ты обнимись Обвейся вокруг меня Обними меня Чтобы ты стала меня любящей Чтобы перестала меня избегать Как орел пролетая Прибивает крыльями землю Так и я прибиваю твой ум Чтобы ты стала меня любящей Чтобы ты перестала меня избегать Как солнце обходит небо и землю Так и я обхожу твой ум Этим заклинанием Чтобы ты стала меня любящей Чтобы ты не стала меня избегать Вот такого рода заклинания. 730 гимнов входит в состав Адхарва-Веды. Ну и давайте теперь послушаем одну из самых знаменитых ведийских мантр, которая называется Гаятри, которая входит в состав Ригведы. Амбургубасваха татсавитурварэнням, Баргодевасyадимаи, Дио-йонах прачодая. Амбургубасваха татсавитурварэнням, Баргодевасyадимаи, Дио-йонах прачодая. Это часть одного из гимнов Ригведы. Посвящена она Богу Солнца, Савитару. И Гаятри – это название именно вот этой, размер, размер этого стиха. Гаятри – размер этого стиха. Но постепенно стали использовать их как название вот именно этой мантры. Гаятри. Даже появилась такая богиня Гаятри, которая как покровительница именно этой мантры. Это такой стихотворный размер – три части по восемь слогов. Размер Гаятри – тот же самый, как и первый гимн Ригведы. Это один из популярных размеров Ригведы. Ну вот, вкратце, такая информация об этих первых священных текстах Ариев, о четырех ведах и о ритуале, об этом самом древнем индийском ритуале. Спасибо, Сергей. Я думаю, что мы почему начали, хотя мы обозначили, что мы подойдем к Бхагавадгите. Я даже написал, что мы пока не подошли, потому что прежде чем обсуждать это произведение, нужно знать основу. Некоторые базисы, иначе это будет просто пустой звук. Потому что, насколько я понимаю, Бхагавадгита строится на основе всего того, о чем мы кратко послушали. Да, Сергей? Конечно, да. Это только первый этаж. Это вот веды, это только фундамент. Потом уже оттуда начинает расти дерево. Дерево индийской духовности, религии, философии. Это вот корни. Я думаю, что мы это обязательно рассмотрим в следующей передаче. Мы будем, видимо, мы сделаем цикл этих передач. Я не знаю, как Владимир Евгеньевич смотрит на это. Я смотрю очень положительно. Я как индолог, человек, который тоже прошел индологическую школу, хочу сказать огромное спасибо нашему сегодняшнему автору этой передаче Сергею. Потому что, несмотря на то, что меня и обучали, я многие вещи слышал, но даже сегодня открыл для себя много нового, интересного. И мне понравилось, конечно, ну, то есть удивительно, богатейший материал был сегодня так вот нам изложен, достаточно оперативно, энергетически емко. Я вот с таким еще не встречался. Я думаю, что... Причем без бумажки. Без бумажки, да, дорогого стоит. То есть, на самом деле, Сергей воспроизвел еще индийскую традицию. Да, в индийской традиции без бумажки. Поэтому вся информация, она стала еще более аутентичной, на самом деле, для нас. То есть, это настоящая информация. Да, нет, на самом деле, могу сказать, как индолог и всем слушателям, сегодняшняя передача, это ценная очень вещь. Ценная вещь. Мне вот не приходилось ничего подобного слышать, хотя я интересуюсь этими вещами. Не приходилось подобного слышать, то есть, если бы я был слушателем, я бы, конечно, был премного удивлен. Но я участник, меня немножко предупредили, и все равно чувство удивления не проходит. Ну, чтобы мы учились и удивлялись, это ценное качество. Сергей, еще раз благодарим вас за участие в нашей передаче. Огромное спасибо. Спасибо за приглашение. И надеемся на сотрудничество с вами. Конечно, буду рад еще раз с вами встретиться в следующей передаче и поговорить уже подробнее про Гиту. О философии, сначала о структуре философии индийской, о месте в этой философии бога от Гиты, потом уже и о Гите. И перед Гитой ответ к Гите еще перекинуть мостик, пройтись еще по развитию, потому что прошло несколько веков ответ до Гиты, и, соответственно, философия прошла уже большой путь. Я также хочу поблагодарить Владимира Ларенова сегодня за участие в передаче, поскольку он направлял многие темы разговора и уже подлился с нами знаниями. Большое спасибо, Владимир. Спасибо. На этом, дорогие друзья, мы завершаем передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok